В Ярославле прошла финальная встреча по подготовке регионального празднования столетия комсомола. Аллеи, сотни деревьев, открытие монумента, спортивные состязания и историческая книга. Более 60 членов общественной организации, воспитанники комсомола «Мое Отечество» со всех районов области утверждали инициативы проведения юбилея. Основное торжество пройдет в конце октября в КЗЦ «Миллениум», а на ближайшие месяцы запланирована череда различных акций. На самом деле мероприятия, приуроченные к круглой дате, идут уже три года. Так, в Ярославской области появилось несколько аллей, которые насчитывают по 100 деревьев, проводятся праздничные субботники, концерты, июньские старты. По мнению ветеранов, организацию ВЛКСМ необходимо славить достижениями достойным принципом комсомола. 29 октября будет 100 лет комсомолу. Это организация для, говорю для молодежи, взрослые все ее знают, организация, которая занималась воспитанием молодежи на подвигах боевых, трудовых. А еще проходит большая работа по созданию книги об истории Ярославского комсомола. Путь организации в области начался с появления первых ячеек в Рыбинске. Потом начался бурный рост объединений на заводах и фабриках, которые стремительно разрослись в региональную структуру. К апрелю 1941-го их численность составила более 90 тысяч человек. Во время войны некоторые воспитанники Ярославского комсомола удостоились звания Героев Советского Союза. Михаил Жуков, Алексей Наумов, Елена Колесова, Василий Бахвалов и другие. В настоящее время их именами названы улицы Ярославля. Добровольное участие в Великой Отечественной войне, это и восстановление разрушенного народного хозяйства, это и участие в подъеме цели. То есть все задачи, которые ставились и стояли перед страной, во всех в них участвовала Ярославская областная комсомольская организация.